Этот год, в отличие от предыдущих лет, имеет одну особенность. В поликлиниках, где проходят медосмотр дети, критических очередей нет. Нет их и в Брестской детской стоматологической поликлинике. А значит, родители к получению медицинской справки для своего ребенка стали подходить серьезнее и не дожидаются время пик. Марина Стругань, мама ответственная на профилактический осмотр к стоматологу, привела своих детей Софию и Артема заранее. Юные пациенты зубного доктора не боятся, а потому обошлось без детских слез и маминых нервов. София и Артем здоровы, мамы спокойны. Каждый год, естественно, проходим стоматолога. Это важно для всех, и для родителей, и для детей, потому что, если вдруг какие-то... Не всегда детям болит, во-первых, зубы, и не всегда это заметишь. А профосмотр прошел, и сразу понимаешь, надо что-то делать или не надо что-то делать. То есть, конечно, тут есть каждый год перед школой, перед садиком профосмотр. Это обязательно дети здоровы, мама спокойная, все хорошо, все счастливы. А вот юную брещанку, анну, свистбурмашины и специфический запах стоматологического кабинета пугает. Однако доктор всегда найдет к маленькому пациенту подход. С взрослыми немножко, как по мне, проще, но тоже есть разные. Есть дети, у которых уже были травмированы лечением. И когда они уже были травмированы, стараешься как-то пообещать, что будет не больно, стараешься как-то издалека. Профосмотр – это стандартная процедура, когда мы смотрим в целом количество зубов, смену прикуса, прикус. Ну и, естественно, кариозное заболевание. Нужно ли что-то удалять, лечить, чистить и так далее. Для семилетней Ани этот осмотр оказался не очень приятным, а вот мама осталась довольна. Я один раз уже лечила себе кариоз, и это было очень больно. Но ты же понимаешь, что зубки потом будут красивые, здоровые? Да. Да? Будешь еще приходить к зубному пульсу? Надо проходить профосмотр обязательно, хотя бы знать, нуждается ли ребенок в лечении, потому что, мне кажется, сейчас с зубами все дети нуждаются. А в месяц рождения, ну, у кого как получается. У кого-то в месяц рождения, кто-то требует уже изначально справка, когда не действительно, не всегда получается в месяц рождения. Поэтому, ну, главное его проходить. Даже несмотря на то, что больших очередей в детской стоматологической поликлинике не наблюдается, нагрузка на медицинских работников в летний период все же есть. Ведь это то самое время, когда одному нужно только пройти профосмотр, другому заменить пломбу или вовсе удалить зуб. В летний период очень много возрастает обращений по поводу устройства в детский сад или перед школой. И нагрузка, соответственно, на врачей, на медперсонал возрастает в разы. В среднем за прием на профосмотр в день проходит 250 человек. Это в летние месяцы. Запись у нас на профосмотр проводится ежедневно или по пятницам на последующую неделю. Квота выделена для прохождения профосмотров. Если человек обращается в регистратуру вне талона, ну, находим резервы в летний период для того, чтобы провести профосмотры при обращении ребенка. Нагрузка на врачей в летние периоды, как на лечение, так и на хирургический прием, и на дежурного врача, конечно, тоже возрастает в разы. При обращении в поликлинику стараемся всех, кто обратился, стараемся все по острой боли или там, ну, с профосмотрами, конечно, удовлетворить всех, кто обратился в поликлинику. Большинство скажет, если зубы не болят, то зачем тратить свое время, да и страх перед стоматологами у некоторых детей достаточно силен. Тем не менее, именно регулярное посещение стоматолога поможет избежать неприятных ощущений, связанных с лечением зубов. Ведь главная цель посещения врача, если у вас не болят зубы, это профилактика. Если у ребенка все хорошо с полостью рта, зубной ряд не требует вмешательства стоматолога, ему достаточно раз в год. Если у ребенка имеются проблемы с кариес, ну, проблемы с кариозной зубой или какие-то патологии по ортодонтии, доктор при осмотре рекомендует, как правило, обращаться два раза в год или три раза в год. Но все зависит от того, что доктор увидит на осмотре, какие дают рекомендации родителям. Сегодня в детской стоматологической поликлинике работает 10 врачей. Из них 7 ведет приемы во хирурга и врач-интерн, который с августа месяца приступил к работе. Но даже таким небольшим составом каждый врач может предложить адекватное, главное, безболезненное решение почти любой проблемы с зубами и, конечно же, найти правильный подход к детям.